Добрый день, дорогие читатели! 15 апреля – повреждение знаменитого поэта Николая Гумилёва. И сегодня мы с вами поговорим о замечательной книге Ареста Высоцкого «Николай Гумилёв. Велосами сына». Эта книга – настоящая биографическая редкость. Она вышла в 2004 году в серии «Близкое прошлое» и с тех пор, к сожалению, не переиздавалась. Арест Высоцкий – это незаконорожденный сын Николая Гумилёва от актрисы Ольги Высоцкой. В 1912 году, в январе, Николай и Ольга познакомились. Между ними случился кратковременный роман, после чего и родился Арест. К сожалению, Николай так и не узнал никогда о своём сыне. А сам Арест Высоцкий только в 1937 году узнал о своём происхождении. Он познакомился с его Гумилёвым, первым сыном Николая. Они подружились и общались. А в 1937 году, во время одного из таких вечерних разговоров, в квартиру Льва встречались, его взяли чекисты, арестовали и отправили в тюрьму. Буквально через месяц арестовали и Ареста. Но в скором времени выпустили. Арест Высоцкий и Лев Гумилёв во время Великой Отечественной войны были на фронте, наивали вплоть до Дня Победы. После войны Льва Гумилёва ждал второй арест. А Арест Высоцкий вовремя успел уехать и избежал этой участи. Он работал в лесопромхозах и остаток своих дней провёл в Молдавии. Так получилось, что Лев Гумилёв и Арест Высоцкий умерли в один год, в 1992 году. Они очень любили друг друга, дружили, общались и радовались, что есть братья. Анна Ахматова и Ольга Высоцкая тоже дружили, переписывались. И Анна Ахматова подарила даже несколько своих книг Ольге Николаевне. Вот такая вот удивительная судьба сыновей и возлюбленных Николая Бумилёва. Итак, первая часть книги «Николай Бумилёв. Глазами сына» составляют биографические записки, ставленные Арестом Высоцким. Он основался в том числе и на воспоминаниях своей матери, Ольги Высоцкой. А вторую часть этой книги представляют собой воспоминания современников, которые знали Николая Бумилёва. Эти воспоминания собрал Владимир Крейт, профессор американского университета. И воспоминания построены в сюжетном порядке для того, чтобы нам с вами было интересно читать, для того, чтобы мы смогли составить полный портрет Николая Степановича Бумилёва. Вообще книга очень замечательная. Она снабжена также редкими фотографиями, причём не только фотографиями самого поэта, но и его родственников, его друзей, его современников, также рукописей. То есть книга представляет собой большую ценность и замечательный слог в ней. Арест Вассоцкий пишет с большой любовью о своём отце, но и с беспристрастностью, то есть не восхваляет так без оглядки своего отца, а говорит о нём так, как было, так, как есть. Он серьёзно работал над этой книгой. К сожалению, она вышла уже после его смерти, но тем не менее остаётся одной из лучших по Николаю Гумилёве. И если вы захотите почитать о поэте, то именно эту книгу я вам и советую. Здесь есть очень много интересных фактов. Мы можем узнать о родителях поэта, о его непростом детстве. Он был болезненным, но очень любопытным ребёнком. Об учёбе в Церскосельской гимназии, затем в Сорбонне. А до этого он ещё успел познакомиться с Анной Горенко, будущим поэтом Анной Ахматовой. О том, как завязался у них непростой роман, о том, как они поженились, у них родился сын Лев. И, конечно, впоследствии Николай выпускает несколько сборников стихов, организовывает цех поэтов. Появляется новое литературное направление, акменизм, инициатором которого был как раз Николай Степанович Гумилёв. Когда началась Первая мировая война, Николай Гумилёв уходит на фронт вольно определяющимся, то есть добровольцем. Несмотря на то, что у него было прохождение здоровья, но тем не менее он уходит на фронт. И там получает два георгиевских креста за свои подвиги. За какие именно подвиги вы можете прочитать в этой книге. После окончания Первой мировой войны Николай Гумилёв оказывается в Париже, Британии. И ему встает выбор, либо остаться за границей, либо возвращаться в Россию. Он принимает решение вернуться в революционную Россию, хотя там ожидает его холод, голод, нехватка денег, борьба за жизнь, национализация. Но тем не менее Николай Гумилёв никогда не отчаивался, и каждый свой период жизни он считал самым лучшим. И до конца своих дней он работал, занимался переводами, читал лекции для моряков, для рабочих. И, конечно, выпускал свои лучшие сборники стихов, которые навсегда вошли в историю русской поэзии. Об этом всё вы можете прочитать. И о том, как закончилась жизнь Николая Степановича, о том, как его арестовали, обвинили в заговоре Таганцева, профессора. Более сорока человек по этому делу были расстреляны, в том числе, к сожалению, и Николай Степанович Гумилёв. Но сейчас уже понятно, что это дело было сфабриковано, и что Николай Степанович не был ничем виноват. Но на тот момент жизнь его оборвалась в 35-летнем возрасте, к сожалению. А воспоминания о Николай Гумилёве особо ценные, потому что действительно это современники, которые знали его. И они оставили замечательные записки. Из этих записок можем узнать, что Николай Степанович хоть и любил церемонии, всегда очень вежливо держался, но с близкими людьми он был очень простым человеком, никогда не играл никакую роль, а был искренним и всегда был готов помочь и прийти на помощь. Большинство современников отзываются о нём как об очень ценном, важном человеке для русской поэзии, не только как о поэте, но и как замечательной личности, об очень смелом и храбром человеке. Например, писатель Василий Минирович Данченко оставил такие воспоминания. Он не мог иначе мыслить, как образами. Я помню, как-то он приехал ко мне. Мне для ваших коллекций или библиотеки рисунков, сделанных африканскими дикарями. Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далёких странствиях. Увы, от неё ни следа. Второй такой не составить. Где она теперь? Зачем вам? Я пишу биографию в стихах. Самая поэтическая наука, а из неё делает какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка, чёрные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир. Я не знаю, что из этого вышло, пишет Василий Минирович Данченко. Издатель нашёлся, я видел первые печатные листы. Он не только как поэт сам повлекался часто даже странными идеями. Нет, он, Николай Степанович, умел зажигать и окружающих. Сучалось совсем не свойственно им энтузиазму. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов в благородном значении этого опоршенного теперь слова, я не мог бы указать для неё лучшего руководителя. И о последних днях Николая Степановича вспоминает поэт Владислав Ходосевич. Он оказался последним, кто увидел Николая Степановича на свободе. Он был на редкость весел, говорил много на разные темы. Но почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в Церскосельском лазарете, о государине Александре Фёдоровне в великих книжнах. Потом Румилёв стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго, по крайней мере до 90 лет. Он всё повторял. Непременно до 90 лет, уж никак не меньше. До тех пор собирался написать кипу книг, упрекал меня. Вот мы однолетки с вами, а поглядите, я право на 10 лет моложе. Это всё потому, что я люблю молодёжь. Я со своими студистками в жмурки играю и сегодня играл. И потому непременно прожил до 90 лет, а вы через 5 лет скиснете. И он, хохоча, показывал, как через 5 лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, как он будет выступать молодцом. Прощаясь, попросил разрешение принести ему на следующий день, и какие вещи несохранения. Когда на утро в условный час я с вещами подошёл к дырям Гумилёва, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилёва арестовали и увезли. И так я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу должно быть было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит. Много таких вот замечательных вспоминаний в этой книге. Я вам советую прочитать эту книгу Ареста Высоцкого «Николай Гумилёв. Глазами сына». Она находится в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова, города Архангельска. Также в нашей библиотеке есть и другие замечательные книги о Николае Гумилёве. Пожалуйста, приходите и читайте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok